Добрый день! Добро пожаловать в календарь дат и событий. Сегодня 2 февраля. Сейчас я кратко расскажу, какие знаменательные события произошли в этот день в мире по версии официальной истории. 962 год. Возложение понтификом Иоанном XII короны римского императора на германского короля Оттона I Великого ознаменовало рождение Священной Римской империи германской нации, как бы воссоздавшей Священную Римскую империю Карла Великого, который был коронован в Риме 25 декабря 1800 года. Оттон I, одаренный военачальник и дальновидный правитель, сумел обуздать строптивых немецких герцогов, а в 1961 году подчинил себе и Северную Италию. В период его правления Западная христианская империя достигла невиданного до толи могущества и единства, а стабильность, установленная им в ту неспокойную эпоху, стала благодатной почвой для короткого, до его смерти, периода культурного и интеллектуального расцвета, именуемого историками Оттоновским Ренессансом. 1046 год. В англосаксонской хронике монах-летописец отмечает, что наступили такие холода, каких не помнит никто из живущих. Это первое дошедшее упоминание о наступившем 200-летнем резком изменении климата в Европе, которое получит название Малого Ледникового периода. 1536 год. В устье реки Параны, который образует залив Ла Плата, в 150 километрах от Атлантического побережья, испанские конкистадоры-охотники за золотом во главе с доном Педро де Мендосой, основали поселение, которому суждено было стать Буэнос-Айресом. Через пять лет кровавые столкновения с индейцами, невзлюбившими переселенцев, и трудности с продовольствием заставили оставшихся колонистов перебраться в основанный несколькими годами ранее Асунсьон, нынешнюю столицу Парагвая, приблизительно в тысячи километрах вверх Папаране. В Буэнос-Айрес вторично и на сей раз уже навечно заложил 11 июня 1580 года другой конкистадор, Хуан де Грай, из того же Асунсьона. С тех пор город неуклонно рос, в основном благодаря доходам от контрабанды, и постепенно превращался в Париж Южной Америки. Сегодня в аргентинской столице живут около трех миллионов человек. 1549. В России создана посольская изба, прообраз Министерства иностранных дел. 1665. Город Нью-Амстердам переименовывается в Нью-Йорк в честь нового владельца герцога Йоркского. 1678. Впервые в Россию прибыл постоянный посол из Голландии Маришаль фон Келлер. 1725. В этот день тяжело больной император Петр I исповедался и приобщился. Силы стали оставлять его, он уже не кричал от жестокой боли, а только стонал. 1795. Французское правительство установило премию в 12 тысяч франков за изобретение способа длительного хранения пищевых продуктов с целью снабжения ими армии. 1810. В 1810 году награды добился кондитер Николай Апер, придумавший способ сохранения пищи в герметично закрытой посуде путем кипячения. Другим его изобретением были бульонные кубики. 1811. Русские поселенцы основали Форт Рос, располагавшийся в районе нынешнего Сан-Франциско. 1852. Обществом поклонников изящных искусств открыт первый британский мужской общественный туалет с водяным сливом в Лондоне на Флит-стрит-95. Туалет для женщин появился чуть позже, 11 февраля на Бетфорд-стрит-51. 1863. Американский писатель Сэмюэль Клемминс впервые подписывается псевдонимом Марк Твен. 1870. Агентство Рейтер, подписав договор с двумя другими агентствами, первым в мире покрывает сетью получения информации все страны мира. 1876. В США основана Национальная бейсбольная лига. В каждой стране есть такой вид спорта, который оставляет равнодушными большинство иностранцев. 1885. В присутствии более тысячи русских паломников, православный патриарх Ярусалимский Никодим, бывший настоятель Ярусалимского подворья в Москве, заложил первый камень в фундамент храма Святой Марии Магдалины, располагавшегося в предместе Ярусалима, на склоне священной для христиан Масличной горы, близ Гефсиманского сада, где Иуда некогда запечатлел на устах Христа предательский поцелуй. Выстроенный в стиле московских царей XVII века храм, увенчанный пятеркой золотых куполов-луковок и беломраморным иконостасом, расписанным Верещагиным, был воздвигнут в 1888 году на средства жертвователей, среди которых был император Александр III, посвятивший его памяти своей матери, императрице Марии Александровны. 1886 год. В США впервые официально праздновали День Сурка. 1892. Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку, которая была названа Кронкорк. Кроненпробка. В 1880-е годы пробки, применяемые для бутылочной упаковки различных напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и нередко разрушались. В результате качество напитка портилось, углекислый газ не удерживался внутри, а снаружи попадал воздух. Чтобы решить эту проблему, американский изобретатель Уильям Пейнтер из Балтимора, штат Мэриленд, изобрел пробку в форме короны для закупорки бутылки. Пробка совершенно герметично закрывала бутылку. Она имела гофрированный фланцевый край и тонкий вкладной диск из пробки на донышке. Пробка была проста и экономична в изготовлении. Кроненпробка широко используется и по сей день, только количество зубцов на гофрированном фланцевом крае пробки уменьшено с 24 до 21. В 1905 году в Санкт-Петербурге обрушился цепной египетский мост через Фонтанку. Почти 80 лет он колебался вместе с пешеходами и ездоками и обрушился, когда на него ступил эскадрон конно-гвардейского полка. Лошади были дисциплинированы и шагали в ногу. Вечерние газеты писали, Сегодня в 12 с половиной часов дня при следовании лейб-гвардии конно-гренадерского полка через египетский цепной мост через Фонтанку, в тот момент, когда головная часть полка уже подходила к противоположному берегу, мост обрушился. Находившиеся впереди офицеры успели проскочить на берег. Нижние жечены в количестве двух взводов, шедшие в строю справа по три в ряд, вместе с лошадьми упали в воду. Упали также в воду проезжавшие в обратную сторону один ломовой и четыре легковых извозчика без седоков и несколько пешеходов. К двум часам дня люди и лошади были извлечены из воды. Пострадавшие были отправлены в ближайшие приемные покои и лазарет Николаевского артиллерийского училища. Серьезно пострадавших, по официальным сведениям, не оказалось. Цепи разорвались и весь мост оказался на дне реки. Только четыре сфинкса остались на своих местах по обе стороны моста. 1911 год. Американские врачи заявили об открытии способа прививания от столбняка. 1919-й. Открытие первого рабочего факультета в Москве. 1924-й. Основана Международная федерация лыжного спорта. 1928-й. В Ленинградском археологическом институте при Академии истории и материальной культуры открываются рецепты знаменитых мозаик Ломоносова. 1931 год. Впервые в мире была осуществлена доставка почты с помощью почтовой ракеты. Было доставлено 102 письма. Австрийский инженер Фридрих Шмиддль организовал ракетную почту в Штирии, в Австрии. Между населенными пунктами Шокель и Радегунд. Он использовал для этого две пороховые ракеты собственного производства, которые незадолго до падения выбрасывали снабженный парашютом почтовый мешок. 1932-й. Основан Магнитогорский металлургический комбинат. 1935-й. Полиграф или детектор лжи нашел первое практическое применение в США. Когда усовершенствованный прибор детектива Леонардо Киллера был использован во время процесса над двумя преступниками и его показания послужили доказательством их вины. 1942-й. Правительство Канады начинает интернирование канадских граждан японского происхождения. 1947-й. Эдвин Лэнд на заседании оптического общества США впервые продемонстрировал свою фотокамеру, позволяющую через минуту получать готовый снимок. В конце следующего года первые полароиды поступили в продажу. 1962-й. Впервые за 400 лет состоялся парад планет. 89 известных планет Солнечной системы выстроились на воображаемой прямой линии. 1963-й. Битлз участвует в британском гастрольном турне юной певицы Хелен Шапиро. 1991-й. Премьера телепередачи Ивана Демидова «Муса Босс». Расшифровывается как «Музыкальное обозрение» на первом канале ЦТ в рамках «Взгляда». Достоверно о всех стилях и направлениях самой модной музыки. Таким был девиз Муса Босса. 2007-й. В Париже был обнародован третий итоговый доклад межправительственной группы экспертов, учрежденной в 1988 году для сбора информации, анализа и прогнозирования климатических изменений. Во всеобъемлющем документе, основанном на работах двух с половиной тысяч ученых из 130 стран, прямо утверждается, что в глобальном потеплении, которое зафиксировано во второй половине XX века, виновно само человечество. Оно сжигает слишком много углеводородов и уничтожает леса. Такой концентрации СО2 в атмосфере, как теперь, не было на Земле уже 650 тысяч лет. Иными словами, Homo sapiens еще с подобными условиями не сталкивался. А в 21 веке температура, очевидно, поднимется еще на 3 градуса Цельсия, и, как следствие, можно ожидать подъема уровня мирового океана на 30 сантиметров и массового переселения из прибрежных зон. А теперь немного подробнее об этих и других событиях этого дня. 2 февраля отмечается День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Этот день установлен в соответствии с федеральным законом о днях воинской славы, победных днях России. Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом и создать условия для окончания войны в свою пользу. Оборонительная операция началась на дальних подступах к городу на рубеже рек Чир и Цимла. Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, выйти в район города Калача и с Запада прорваться к Сталинграду, но ему не удалось осуществить это. К 10 августу советские войска отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа временно остановили противника. Однако 23 августа немецкие войска прорвались к Волге севернее Сталинграда. С 12 сентября противник вплотную подошел к городу. Развернулись ожесточенные уличные бои. 15 октября противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода. 11 ноября немецкие войска предприняли последнюю попытку овладеть городом. Сдача города приравнивалась тогда не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, а центральный вокзал Сталинграда переходил из рук в руки 13 раз. Им удалось пробиться к Волге южнее завода баррикады, но большего достичь они не смогли. Продолжительность первого оборонительного периода 125 суток. Ширина фронта боевых действий от 250 до 520 километров. Глубина отхода советских войск 150 километров. 18 ноября главная группировка немецко-фашистских войск перешла к обороне. План противника захватить Сталинград провалился. В ожесточенных оборонительных сражениях и боях, развернувшихся в большой излучине Дона, а затем на сталинградских обводах и в самом городе, была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле Советско-германского фронта, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Второй период. Сталинградская стратегическая наступательная операция с 19 ноября 1942 года до 2 февраля 1943 года. Советские войска 19 ноября 1942 года перешли в контрнаступление после 80-минутной артиллерийской подготовки к исходу дня на двух участках была прорвана оборона 3-й румынской армии. Сталинградский фронт начал наступление 20 ноября. В рамках Сталинградской стратегической наступательной операции были проведены следующие фронтовые операции. Ноябрьская наступательная операция по окружению Сталинградской группировки противника «Уран», Котельниковская, Среднедонская «Малый Сатурн» операции, а также операция по ликвидации окруженных вражеских войск в Сталинграде «Кольцо». Финальным аккордом Сталинградской битвы стала капитуляция 2 февраля 1943 года так называемой «Северной группировки», окруженной немецкой 6-й армией в районе завода «Баррикады». После мощного огневого удара советской артиллерии она сложила оружие и прекратила сопротивление. Командир генерал-лейтенант Карл Штреккер сдался в плен. Частями советской 21-й армии 2 февраля было взято 18 тысяч пленных, частями 62-й армии – 15 тысяч человек. Командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался вместе со штабом двумя днями ранее – 31 января 1943 года. Всего же в ходе операции «Кольцо», завершившей разгром армии Паулюса были взяты в плен свыше 91 тысячи военнослужащих вермахта, в том числе 2,5 тысячи офицеров и 24 генерала. Общие потери противника составили около полутора миллионов человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие Германии со стороны ее союзников, способствовало активации движения сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР. В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль за оборону Сталинграда, которой награждены 754 тысячи его защитников. 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание «Города-героя». 8 мая 1965 года во знаменовании 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Среди них «Мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Дом солдатской славы» — это дом Павлова и другие. В 1982 году открыт «Музей панорама Сталинградская битва». Одно это событие перевешивает значимостью все остальные. Но скажу, что 2 февраля также отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Именины. Именины сегодня празднуют Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев, Павел и Римма. Народные приметы Руси. Если в полдень солнце, то весна будет ранней, а лето дождливым. Ветер к сырому году. Завизжит метелица, всю неделю прометелица. И не в этот день к весенним ночным заморозкам. Родившиеся в этот день очень неспокойны и ждут удивительных событий. Им следует носить сапфир и яшму. В этот день, 2 февраля, я не могу не вспомнить факт того, что именно сегодня Совет Народных комиссаров РСФСР утвердил декрет о свободе совести в церковных и религиозных обществах, в соответствии с которым церковь отделялась от государства и школа отделялась от церкви. Декрет был подписан председателем Совета Народных комиссаров Владимир Ильичом Лениным. Декрет устанавливал светский характер государственной власти, свободу совести и вероисповедания. Никакой религии не могло отдаваться предпочтение. Указание на вероисповедание или отсутствие такового не могло давать привилегий или преимуществ при занятии государственных должностей. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признавалась за всеми гражданами. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных учебных заведениях не допускалось. Сегодня, когда Церковь в России, как в давние времена, при нищающем населении обладает огромным материальным богатством, имеет налоговые и прочие льготы, претендует на монополию в нравственном и духовном образовании школьников, декрет о свободе совести в церковных и религиозных обществах, его общедемократические нормы выглядят особенно актуально. Ну а теперь последние события, произошедшие накануне в современной России. Москва. 1 февраля. Интерфакс.ру. Краткая сводка событий, произошедших за день. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приостанавливает участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. По его словам, у России есть еще 6 месяцев, чтобы спасти договор. В деле о хищении 30 миллиардов рублей у Газпрома, по которому арестованный сенатор Рауф Арашуков и его отец, появился седьмой подозреваемый, исполнительный директор АО Есентуки Горгаз Алан Кятов. Сегодня Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Генпрокуратура вернулась к делу о гибели группы туристов на перевале Дятлова 60-летней давности. В ведомстве заявили, что из 75 вероятных причин гибели людей отобрали три основные версии – лавина, снежная доска или ураган. В Москве задержан аспирант мехмата МГУ, который, по данным полиции, изготавливал взрывные устройства прямо в комнате общежития на Воробьевых горах. По данным источника Интерфакса, подозреваемый является членом анархистской организации. На сегодня все. Особенно меня порадовало заявление генпрокуратуры. У них что там? Свидетели появились. Лучше бы продолжали Рашуковых ловить. В нашей стране их как гудалину. Ловить не переловить. Может вообще не с того конца ловить начали? Как вы думаете? Подписывайтесь на канал. Я не комментирую, я даю информацию к размышлению. До завтра.